Всем привет! Вчера проводили небольшую фан-встречу. Для меня она оказалась очень большой, потому что пришло гораздо больше людей, чем я предполагал. Было чуть ли не, по-моему, 8 групп, учитывая, что в зале 200 посадочных мест. В общем, очень много людей было. Спасибо большое каждому, кто пришел. Ну что, я думаю, Вова, ты вам уверен. Это, конечно, очень плохой поступок. Я вам советую, хотя я уверен, наверное, уже половина посмотрела, я вам советую не смотреть ни одну из слитых серий, потому что будет восьмая, которую мы, как вы знаете, переснимали, и она будет гораздо круче. Вот. Вот, собственно, все. На самом деле, я, когда прочел сценарий, я знал, что этот сериал, ну, по-любому выстрелит, потому что я таких сценариев еще никогда не читал, но я не думал, что все будет настолько в таком масштабе. Правда. Я стал актером. Сейчас. Ладно. Короче, я не знаю. Я сначала ходил 7 лет на борьбу, потом сестра посоветовала пойти в музыкальную школу. Я думал, я буду какой-нибудь там рок-звездой. Вот. В итоге что-то как-то мне не зашло. И вот на третьем курсе мы ставили спектакль для детей. Я там играл главную роль Кащея. Вот. И вот, собственно, после этого учительница посоветовала мне поступить в театральный, и так все понеслось. Да, там ситуация такая, что роль, она осталась той же ролью. Просто поменяли имена. Сначала я был Андреем, то есть просто тот же персонаж, просто его звали Андрей. Просто поменяли имена. Играть в 80-е. То есть, ну, как-то просто готовился к проекту, рассмотрел различные документальные фильмы, расспрашивал родителей и так далее. Ну, вот как-то так это произошло. Так, девушка. Да, как-то я не знаю. Я надеюсь, его не запретят. Но и в целом нет такого. Я такой проснулся. О, и все. У меня какая-то другая жизнь. На самом деле, я бы не сказал, что что-то прям кардинально поменялось. Вот. Кроме того, что вот у меня появились вы. Вот. А в целом, все. Пожалуйста. Да, вы. Ухо в порядке. Вопросы от более старшего поколения. Если бы вы оказались в 80-х годах, вы бы сразу ушли в комсомол или стали бы сначала пацаном? Нормальный вопрос. Хороший вопрос. Ушел ли я в комсомол или стал бы пацаном? Я думаю, что я всячески избегал бы этого, потому что на самом деле у меня было такое в детстве, что я всегда старался, я всегда был против насилия. Думаю, сейчас тоже поколение, все, кто сидит здесь, воспитан так, что они против насилия. Я всегда был за гуманность, за человечность, за диалог, поэтому я думаю, что... Супер. Я думаю, что я бы... Я бы точно не вступал в какие-либо группировки. Я не знаю. Нам не говорили по поводу второго сезона, но я, лично мое мнение, я бы, наверное, не хотел, чтобы он был. Ну... Но я не знаю. Нам ничего не говорили, поэтому ничего не могу сказать. Так, давай. Ну, я вообще на самом деле сам, ну, типа, пацан с района, но у нас не было таких массовых драк, убийств и так далее. Опять же, повторюсь, что я всегда был против этого и как-то старался держаться в стороне от этого. И даже если назревал конфликт, я старался урегулировать это разговором. Так, ну, как я чувствовал? Я... Как я... Как Рузиль себя чувствовал или как Марат себя чувствовал? И всех слил. И всех слил. Гуманный. Гуманный. Это даже можно было увидеть по его поступкам, когда он просто поднимал какого-то алкаша, чтобы он просто не замерз. Ну, то есть это было видно, что он не... по натуре не жестокий, не агрессивный. Поэтому в седьмой серии произошел и то, что он был во всех... во всей этой группе, он понял, что это не есть правильный путь. Вот. Собственно, все. Потому что, несмотря на то, что умер человек, поступили с ним нечестно, никто не помог и никто не вступился. Давайте сейчас... у нас кончается время. Последний вопрос от парня в красной футболке и... Как тебе город Рыбинск? Секундочку, а? Как тебе город Рыбинск? Город Рыбинск очень клевый город, потому что я вот не раз говорил об этом. Я, к сожалению, не смог еще прогуляться по центру, но мы снимали в центре, было несколько локаций. И мне он понравился тем, что он похож на какой-то маленький европейский городок. Очень аккуратно, прикольные вывески я оценил. Ну вот, мне очень понравилось, на самом деле. Ну, на самом деле, когда я кого-то бил, ну, не было тяжело сниматься, потому что мы били не по-настоящему. Это были каскадерские драки, но было тяжеловато во время массовых драк, потому что бывало такое, что кому-то прилетало по-настоящему. Вот, потому что это массовый драк, там суета, много народу, и, ну, бывало такое, что промахивались. А так, в целом, в целом, нет. Ну, вообще, у меня есть агент, который, как бы, помогает мне искать кастинги и так далее. Вот, насколько я знаю, пришел к ней запрос о том, что вот есть кастинг, хотим попробовать Рыбинск на эту роль. Я пришел на кастинг, вот, собственно, так и все произошло. Сцену с поцелуем, ну, на самом деле, ну, такой, да, момент, на самом деле, трепетный был. Ну, то есть, он такой, знаете, поцелуй, это всегда как-то неудобно, неловко, вот. Вот, и, ну, вообще, да, на самом деле было как-то тяжело ее снимать. Спасибо большое каждому, кто пришел. Ну, в общем, в связи с тем, что было много людей, нам пришлось сократить тайминг, поэтому, извините, но это была вынужденная мера, и мы сделали это для того, чтобы у каждого была возможность сфотографироваться. Большое спасибо каждому за ваши замечательные подарки. Я, правда, не ожидал, что будут какие-то подарки, мне так было неловко их принимать на самом деле. Спасибо большое всем!